В Шумкенте прошел четвертый этап масштабного студенческого фестиваля. На этот раз студенты соревновались в умении проектировать сооружения. Восемь юных и талантливых архитекторов представили на суть жюри свои работы. Вахиджан Хайтметов больше двух месяцев создавал макет необычной аллеи. Делал расчеты, клеил детали и вот проект готов. Работу парня сегодня назвали лучшей, присудили первое место и 75 тысяч тенге. Это этнографическая аллея. Допустим, данные объекта, переходя человек через мост, он оставляет все свои вредные привычки, вредные мысли, негативные эмоции. На данном макете будут стоять колонки с аудиозаписью, где будут говориться «Оставьте свои негативные эмоции, привычки здесь». Переходя на следующий этап, здесь будет дерево изобилия, человек будет как бы стремиться к изобилию. Переходя через каждую арку, человек достигает к вершине. К вершине здесь будет стоять звезда, человек должен достичь своей звезды. Кроме макетов, молодые архитекторы должны были предоставить и электронный вариант своего проекта. К слову, в таком варианте представить, как будет выглядеть необычная аллея в жизни, гораздо легче. Макет Помимо первого, второго и третьего места, судьи присудили и гран-при. Вот этот макет в форме буквы «Н» в будущем должен стать многоэтажным корпусом университета. Его разработчик – студент первого курса Святослав Ковченко. Парень получил приз в 100 тысяч. Я с восьмого класса, можно сказать, заинтересовался архитектурой. В прошлом году я работал с главным архитектором области, со своей командой совместно над проектами «Качкарата» и различными другими проектами в городе. Я представил проект «Нурлежол». Это символ буквы «Н», который символизирует на сегодняшний день программу «Нурлежол». Я не ожидал выиграть, но так и выиграл. Я очень рад и счастлив. Сегодня очень красивые, очень перспективные работы были выставлены. Естественно, каждый свою оценку получил. И то, что, естественно, есть победители, есть проигравщиеся, так не называется проигравщиеся, но они уже нацелены на следующие проекты. Городская архитектура не стоит на месте и постоянно развивается. Именно поэтому сегодня так необходимы талантливые мастера, которые и показывают себя на таких конкурсах. Субтитры создавал DimaTorzok